Добрый вечер, Гомель! Мы рады приветствовать всех, кто в этот вечер с нами решил провести его в нашей приятной компании. Итак, мы работаем в прямом эфире, а это значит, что участником передачи может стать каждый из вас. Достаточно позвонить к нам в студию, задать ваш вопрос, рассказать вашу историю, либо оставить сообщение на Вайбере. Итак, пользуйтесь этой возможностью, уважаемые телезрители. И сегодня мы предлагаем вам поговорить о том, что же такое стресс. Хорошо это или плохо? Можем ли мы извлечь выгоду из этого состояния? И если да, то как это сделать? Делитесь, как часто вы оказываетесь в стрессовой ситуации и что делаете, чтобы победить стресс. Итак, как избавиться от негативного влияния стресса? И вообще, стресс, что это? Хорошо либо плохо? Спросим у эксперта, заведующей кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Гомельского медицинского университета, кандидата медицинских наук, доцента Оксаны Владимировны Шиловой. Пошу аплодисменты. Добрый вечер, Оксана Владимировна. Добрый вечер. Как же часто мы слышим о стрессе в повседневной жизни, ну буквально на каждом шагу. Давайте же обозначим, что на языке медицины означает этот термин. Да, Наталья. Слово стресс звучит так часто, что люди воспринимают его только негативно. На самом деле стрессом является любое событие, как положительное, так и отрицательное, которое вызывает напряжение наших возможностей. Оно может делать нас сильнее, оно может приводить к заболеваниям. Только от нас зависит, что из этого получится, как мы сложим свою жизнь. Кстати, если ваши мысли продолжать, то любое событие в нашей жизни имеет негативный оттенок. И только мы можем окрашивать, вернее, нейтральная ситуация, и только мы можем окрашивать в позитив, либо в негатив. Так это? В общем, да. Есть такая даже концепция, концепция нормы у американских психологов, которая предлагает приписывать определенное количество баллов каждому событию. Изменение работы, в том числе на лучшую. Изменение совместно живущих родственников, в том числе рождение ребенка. Такой же стресс, как и болезнь близких, развод. То есть модуль значения имеет только то, что мы в это вкладываем. Учимся мы этому или не учимся? Безусловно, чем больше таких событий, тем больше отклоняющих факторов, тем сложнее с ними справиться. Но сам по себе оттенок зависит от нашего внутреннего настроя. Если человек учится в жизни, если человек умеет с этим справляться, то это делает его только мудрее, сильнее и делает его жить богаче. И опытнее, правда? Опытнее, безусловно. Опытнее, безусловно. Опытнее, безусловно, мудрее и богаче. Это очень важно для каждого из нас. Да, конечно. А что же происходит с организмом, когда мы испытываем сильное потрясение? На первой стадии адаптации к этому стрессу организм реагирует как на что-то новое. Он вбрасывает адреналин. Заяц бежит, австралийская коза падает. То есть происходит попытка как-то справиться с ситуацией, предвариться ветошью или убежать от волка. Так и у человека. Повышается артериальное давление. Как при тренировках, как при занятии сексом. Учащается дыхание. Организм наполняется кислородом. И само по себе это делает организм более адаптивным. А вот если стресс становится чрезмерно сильным, эмоции человека захлёстывают, либо он сам себя накручивая, повторяет их в своем сознании снова и снова, а нашему мозгу все равно. Реальный это стресс или воображаемый. То тогда эти эмоции становятся негативными. И на их месте появляются соматические симптомы. Нарушение сна, головные боли, которые в начале... То есть повышение давления становится уже в покое, не только при физической активности. А дальше могут быть более серьезные нарушения, вплоть до нарушения иммунитета и соматических заболеваний. То есть можно со стопроцентной вероятностью говорить, что все болезни от нервов? Или это не совсем так? Я считаю... В народе так говорят. Я считаю, что это не совсем так. В любом случае, то, как человек справляет со своей жизнью, очень сильно влияет на то, как и чем он болеет. Но говорить о том, что все только от нервной системы, было бы, наверное, чрезмерным. Я не собираюсь брать на себя, как психотерапевт, всю работу всех остальных врачей. Это было бы неправильно. То есть наступает какая-то ситуация, когда организм просто заболевает. И тогда стресса здесь ни при чем. Тогда нужно использовать эти знания для того, чтобы сама по себе болезнь не стала дополнительным стрессом. И бороться с ним уже как с фактором, который может усиливать стресс. Уважаемые телезрители, я напомню, это программа «Добрый вечер, Гомель». И говорим мы сегодня о том, как же побороть стресс. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить на номер телефона, который сейчас вы видите на своих экранах. Вы также можете оставлять сообщение в Вайбере. Оксана Владимировна, а как вы справляетесь со стрессом? И часто ли у вас такие бывают ситуации, когда реагировать как-то надо, и не всегда позитива хватает? Знаете, я в этом отношении совершенно не оригинальна. Как у каждого, ну, я все-таки претендую на здорового человека, как у каждого здорового человека, у меня есть определенный набор хобби и здоровых привычек, которые помогают справиться с неприятными эмоциями. Это хорошая музыка, это водные процедуры, это природа, хорошие книги, это общение с приятными людьми, общение с близкими. Это хобби, которые... Это просто медитация, да? Когда начинаешь, там, не знаю, танцы, рисование. То есть вот занятия, которые позволяют переключиться, хотя бы сделать стоп-кадр, не думать о негативных событиях, они уже для здорового человека являются противострессорными. К счастью, не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда приходилось обращаться к коллегам, но я не исключаю такую возможность. То есть когда возникает ощущение, что все, это край. Выхода нету. Да, это край, когда нарушается... Да, если бы, да, я знаю, что если нарушится сон, и если я не буду справляться сама, в этой ситуации самая пора обратиться к специалистам. Для этого есть психотерапевты, которые, ну, не обязательно сразу назначают препараты, а которые помогают научиться по-другому относиться к тем факторам, которые являются стрессорными, либо изменить что-то в своей жизни так, чтобы оно перестало быть стрессорным. Я предлагаю обозначить у нас на доске, какие же факторы могут быть для нас стрессовыми. Да, это очень важно. Я даже позволю просто в семантичной форме описать, какие же виды стрессов могут быть. Просто по группам. Первое, это стрессы биологические. Это что, например? Это, например, климатические изменения, изменение артериального давления, атмосферного давления. Это сезонные изменения, которые вызывают колебания настроения. Это факторы радиации, переохлаждения, несоразмеримые физические нагрузки, которые становятся для человека. Вторая группа стрессов, это психологические стрессы. Так, сюда относится что? Давайте поясним нашим телезрителям. Психологические стрессы связаны с собственными страхами человека и отношениями с близкими людьми. Это, во-первых, реальные события, например, потери близких людей, там смерть после того, как 50 лет прожили вместе, развод, обиды на каких-то значимых людей, собственные тревоги, детские страхи. То есть это то, что мы вносим в себе. Это наши тараканы, которые делают на фоне общего света, становятся слонами и сами того не стоят. Но это все можно пережить, если поработать над ситуацией, правда? Безусловно. Это точка приложения психотерапии, либо какой-то самостоятельной внутренней работы, либо со специалистом. И третья группа факторов, которые могут быть стрессом, это стрессы социальные. Это то, как человек отражает в своем сознании то, что происходит вокруг. Он потерял работу или зарплата изменилась. Но мы все живем в реальном мире. Мы знаем, как бывает это сложно. События в другой стране могут касаться нас. Мы все очень тесно взаимосвязаны. И эти стрессы, они тоже переживаются часто очень лично. Например, когда человек теряет надежду на то, что он будет работать и получать деньги, особенно если это мужчина, и не сможет одержать семью, это очень мощный стресс. Он переживается и как психологический, и может быть сильнее даже многих биологических. И в данном случае, ну, наверное, я как отдельные факторы говорить не буду, но как фактор, который очень сильно отягощает переживание стресса, это смысловые духовные стрессы, когда человек теряет смысл жизни. Потому что... Это уже страшно. Да, это самое страшное. То есть организм запускается на уровне ДНК, на саморазрушение. Потому что, вот судя по литературе людей, переживших даже концлагеря, то есть пока человек вот хотел жить, видел смысл, даже в самом беспощадной, бессмысленной действительности, он выживал, и он оставался здоровым. Хотя уровень стрессов, конечно, там был запредельный. И мне подсказывают, что у нас уже есть первый телефонный звонок. Давайте же его выслушаем. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Марина. Да, Марина, слушаем вас. Вы знаете, я давно заметила, что у меня при долгих психических нагрузках очень сложно считать в области виска болезнь голова. Так. Пью лекарства разные, не очень они мне помогают, и причем боль, она внезапная, она оказывает лекарь внезапно, также внезапно не входит. Да. Так мне лучше поступить, в моем случае, если ты обращаться к врачу, и можно просто переждать, может, это ситуационное что-то. Вопрос понятен, Марина. Да, да, спасибо за вопрос. Мы его поняли, и вот этот подход, он на самом деле очень важный. Хорошо, что Марина нам позвонила, потому что на каком-то этапе, каким бы связанным со стрессом или не связанным со стрессом было состояние человека, очень важно не пропустить тот момент, когда изменения в организме нуждаются в лечении, нуждаются в обращении к врачу. И я думаю, что самым правильным в этой ситуации будет записаться к врачу, проконсультироваться, обследоваться, чтобы исключить патологию, либо найти и вылечить. Если вы ее исключите, тогда вы будете, то есть, во-первых, стресс, страха перед заболеванием снимется, во-вторых, вы сможете совершенно спокойно и осознанно воспринимать это проявление, этот симптом, как связанный со стрессом и бороться с ним методами, которые вы знаете, о которых мы говорили и будем говорить еще. Я надеюсь, Марина нас услышала. Сейчас мы уйдем на рекламу, а чуть позже продолжим. Уважаемые телезрители, добрый вечер тем, кто только сейчас присоединился к нашему разговору. И я спешу напомнить, что это программа «Добрый вечер, Гомеле». Говорим мы сегодня о том, как же бороться со стрессом. И вот такой любопытный факт. Новый способ справиться с раздражением придумали японцы. Чтобы избавиться от накопившихся негативных эмоций, они собираются в кафе и бьют посуду. Посетители сами выбирают жертвенный предмет, недорогую чашку за 2 доллара или огромную тарелку в несколько раз дороже. Когда выбор сделан, на гостя надевают защитные костюмы и отправляют в специальное помещение с бетонными стенами. Там он может вдребезги разбить стрессовую посуду и от души выругаться. И надо сказать, выстраиваются очереди. В кафе не попасть. Как вам такая новость, Оксана Владимировна? Это вообще эффективный способ борьбы со стрессом? Это в любом случае более конструктивный способ, чем существовавший у них ранее способ бить муляж начальника. Потому что известно, что даже символическое его избиение вызывает потом чувство вины. я думаю, что побить посуду и совершить какое-то невинное разрушительное действие имеет право на существование. Я думаю, что у нас для этого не нужно идти в кафе и нужно просто найти какую-нибудь чербатую чашку и не нужно одевать защитный костюм. Кстати, если в двух словах, кто же больше подвержен стрессу, мужчины или женщины все же? Это очень такой провокационный вопрос. Очень разные события являются стрессорными для мужчин и для женщин. Это поэтому, да? Мы по-разному реагируем. И реагируем по-разному, и воспринимаем по-разному. Одни события для женщины являются стрессами, которые мужчины не понимают, почему это стресс. То есть на уровне самих событий отличается и на уровне переживания отличаются. женщина может, если это действительно такая девочка-девочка, она может позволить себе поплакать, устроить девичник под девизом «нету денег и мужики не любят». Это мы умеем, это да, это да. У мужчин с этим, как правило, сложнее, они меньше умеют разговаривать, они больше, к сожалению, используют какие-то неконструктивные способы, например, алкоголь. Уходят в себя. Да, они замыкаются, начинают употреблять алкоголь, и вот как способ отреагирования на стресса, он у них, конечно, менее успешный, вот, а если говорить о самих событиях, то большое количество событий, просто разных, являются стрессами для мужчин и для женщин. Для мужчин это больше деньги, карьера, обеспечение семьи, для женщин по-разному. Внешний вид, семья. Чтобы дети накормлены были, для нас очень важно. Да, да, да. Просто женщины, женщины, среди женщин все-таки больше разнообразия. Для кого-то это тоже карьера, для кого-то это быть красивой и успешной, для кого-то это семья, чтобы в семье все было в порядке. Вот, ну и опять же от внутренних особенностей, от степени собственной тревожности, от умения выделить себе личное время, потому что это часто становится для женщины дополнительным стрессом, когда в заботе о других она совершенно забывает о себе и пропускает тот момент, когда нужно либо применить какие-то способы противострессорные, либо вообще обращаться к доктору. Отличный ответ. Кстати, давайте о шопинге немножко поговорим. Шопинг – одно из самых любимых развлечений прекрасной половины человечества. Доказано, что мы чаще, чем мужчины, ходим по магазинам. Польза шопинга для здоровья в том, что он помогает быстрее успокоиться и поднять нам любимым настроение хотя бы на несколько дней. Только нужно помнить о мире. Правда, Оксана Владимировна, вы меня в этом поддерживаете? Немножко позже мы об этом поговорим. И как раз подошло время пригласить к разговору представителей сети магазинов коллекционной брендовой одежды для женщин Девур и ФАМ. Встречайте, Марина Соколова, директор сети магазинов и Любовь Куприянович, консультант. Добрый вечер, Марина, добрый вечер, Любовь. И первый вопрос, Марина, если можно для вас. Часто ли бывает такое, что женщина пришла в подавленном настроении, а ушла с обновкой и окрыленная? Да, вы знаете, бывает очень часто. Как правило, заходит женщина, допустим, в плохом настроении. Она, наверное, и ждет, что когда она переступает порог магазина, что ее тоже встретят негативно. Тут уже зависит, скажем так, от работы, от общей остановки. Приятная музыка, допустим, красивая одежда, грамотная, квалифицированная работа консультантов, которые помогут подобрать правильно образ. Женщина на глазах сразу расцветает, чувствует себя уверенно и уходит в великолепном настроении. А как же так бывает, что вроде бы места в шкафчике уже-то нету свободного, но одеть-то нечего? Вы знаете, что это, наверное, все-таки уже зависит от того, правильно ли изначально женщина совершает покупки. Потому что, как правило, женщина совершает покупки импульсно. А нужно, скажем так, открыть свой шкаф, посмотреть, какие вещи у нее есть. То есть правильно нужно подобрать капсульный гардероб. То есть именно женщина должна идти покупать покупки и знать, что конкретно ей нужно. Блуза, либо брюки, которые она потом может сочетать. Кстати, вот такой термин сочетания слов капсульный гардероб. Если в двух словах, поясните, что же это такое? Кстати, очень модное сегодня словосочетание. Да, капсульный гардероб это, как правило, 8-10 вещей, которые можно сочетать друг с другом. Они подходят по тканям, по рисункам, то есть несколько вещей, которые можно сочетать друг с другом. Вот что у нас здесь на стойке представлено, Любовь? Здесь у нас представлено, это наша капсульная, наш капсульный гардероб, который представлен в наших фирменных магазинах. мы постарались продемонстрировать здесь набор вещей, который позволит женщине из минимального количества вещей собрать максимальное количество образов, потому что все мы женщины хотим каждый день выглядеть по-новому, и здесь мы продемонстрируем, как это сделать. Вот, например, к этим брючкам что может подойти? К этим брюкам это базовый гардероб, не обязательно деловой стиль должен быть черным, он может быть темно-синий, он может быть серый. И к этим брюкам вот в данной комплектации здесь можно подобрать как классическую белую блузку приталенную, так фишка модная в этом сезоне, это какие-то точечные обновления гардероба, да, это уже выход куда-то можно вечером, это классический образ для офиса, для работы. Если бы еще пиджачок сверху. Вот у нас есть, да? У нас представлен жакет. Вот этот вот жакет. Да, классический жакет однобортный, тоже должен обязательно присутствовать в гардеробе каждой женщины. Кстати, у нас есть образы, которые были предварительно составлены из представленных здесь вещей. Давайте же их прокомментируем, эти комплекты. Итак, вот первая фотография, да? Да, здесь представлена у нас классическая блуза, приталенная, и юбка-карандаш, которая позволит девушке красиво вытянуть образ. Ну, это офисная, это базовая вещь, которая тоже должна быть в гардеробе каждой женщины. Следующая фотография, пожалуйста. Следующая фотография, это наш костюм, который мы смотрели, это жакет и брюки, и опять-таки вот здесь вот мы видим эту же блузку с первого образа, которую можно под первый образ и под второй использовать. Вот это и является капсульный гардероб. Третий образ, это платье-футляр, обязательно тоже должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. Это как и офисный деловой стиль, так и вечером выйти куда-то отдохнуть. Следующий образ, да, следующий образ, это уже кэжуал, больше стиль, блуза удлиненная, джинсы классические, потому что в данном случае очень много офисный стиль уже разрешает, допускает использование классических джинсов и дополняет все жилет. Третий образ, это образ блузка и классическая юбка-карандаш. Следующий образ у нас уже это будет брюки и та же блузка. Одна и та же блузка можно сочетать в нескольких образах. Следующий образ у нас будет представлен, это джинсы классика и блуза. Совершенно замечательная блузка, какая универсальная. Да, универсальная вещь. Три разных образа. И окончательный образ, это платье, тоже вроде бы классическое, но за счет того, что цвет, игра цвета более нарядная уже. Кстати, я хотела спросить Оксаны Владимировны, а вот цвет, насколько он влияет на наше настроение, и мы можем ли мы с помощью цветотерапии как-то себя вытаскивать из таких негативных состояний, вредных для нас? Цвет это очень такое сильное оружие, но однозначно можно сказать, что у человека в зависимости от состояния, от уровня стресса, меняется восприятие цвета. Любой человек сможет вспомнить, что иногда он смотрит на свою любимую красную блузку и понимает, что нет, только не сегодня, сегодня никак, как я ее вообще мог одевать, то есть никогда, хотя она в общем-то любимая, потому что восприятие цвета очень сильно зависит, то есть оно либо перевозбуждает, либо наоборот угнетает, в какой-то день хочется черного, в какой-то день называют только не черный, это какое-то прям воспринимается как что-то похоронное. И вот с другой стороны обратный эффект влияния цвета очень такой, ну, как терапия, очень сомнительная, потому что оно будет раздражать. То есть если одеть, например, вот там от противного красный мне сегодня нет, я сегодня и дети заставить себя одеть, будешь чувствовать себя не в своей тарелке, потому здесь скорее нужно идти от себя к цвету, чем наоборот. Ну, красный цвет предпочитают сильные личности, У каждой сильной личности бывают слабые моменты. А, вот с такой стороны мы можем подойти к этому. Мне подсказывают, Оксана Владимировна, Марина, что у нас есть еще один телефонный звонок на линии, давайте же выслушаем. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите, как вас зовут? Меня зовут Виктория. Да, Виктория, слушаем вас. Я хотела выразить свою благодарность коллективу The World, магазин, который находится на Победе, в Монтари-Плазе, и также людей, которые работают в универмаге на втором этаже. Я довольна продуктом, я довольна всем, как меня служат. Я просто всегда ухожу с покупками и с суперским настроением от того, что девочки помогают не просто подобрать замечательную одежду, хорошую, качественную, а также просто заряжают позитивом, и к ним всегда хочется возвращаться. Благодарим вас за такие душевные, теплые слова. Кстати, хотела бы еще спросить, если вы еще на линии, уже ушла наша телезрительница, ну вот, значит, работаем не зря. Да, да, значит, стараемся. И вот такие приятные слова очень хорошо сегодня слышать нашим добрым вечером, правда? Конечно. Мы все образы показали? Да. Все образы показали, хорошо. Тогда идем дальше. Кстати, Марина, вы какой цвет предпочитаете в одежде? Что вам ближе? Ну вот, как ни странно, я предпочитаю черно-белый. Вот не знаю, это почему, я не знаю, с чем это связано, но вот почему-то я люблю черно-белый. Я в нем как-то себя чувствую, я не знаю, комфортнее, наверное, я не знаю, но вот это мое. Хотя бывают такие, скажем так, всплески, там, красные ногти, красные помады, но это тоже классика, красные помады, черно-белые. Как вам такой выбор, Оксана Владимировна? Я считаю, что каждый человек имеет право на тот выбор, который ему комфортен. С другой стороны, вы правы, Наталья, выбор говорит о человеке. Я думаю, что, я не знаю Марину, я думаю, что она человек достаточно целеустремленный, несколько категоричный, прямолинейный, и вот эта монохромная гамма говорит о том, что иногда, возможно, ей не хватает каких-то внутренних черт вот мягкости, игривости, чего-нибудь такого. Девочка-девочка. Есть такое, Марина? Возможно, да, да. А давайте спросим о любови. Какой же цвет предпочитает она? Вот что бы вы для себя выбрали из того, что у нас сегодня на стойке? Горчица. Горчица, это ваш? Горчичный оттенок, да. Это ваш? Он вам очень хорошо подходит к цвету волос. Это больше вот именно для более теплых оттенков, но иногда даже и холодные оттенки женщины допускают и позволяют себе такой оттенок. Ну, он мне близок. Я бы его сочетала... Это ваш, ваш, ваш? Да, да. А чем бы вы его сочетали? Я бы его даже вот сочетала с нашим жилетом. Великолепно подошло бы. Сюда подошел бы классический черный плащ, туфли. Ну, это вот прям радость души, отдушина такая. Ну и классика. Классика тоже. Любовь, какие еще элементы в одежде могли бы быть таким объединяющим вот вещи в одной капсуле? Ну, обязательно, если это капсула, то должно либо использоваться один цвет, либо какая-то фактура ткани, что позволяет действительно увидеть, что это одна капсула. То есть, позволяет лучше сочетать. Когда женщина откроет гардероб, она сразу поймет, вот это, вот это. Потому что, когда много вещей, но они несочетаемы, в итоге мы не знаем, что одеть. Если мы говорим о том, что капсула это несколько вещей, до десяти, может, тогда очень сложно экономить деньги, потому что вроде бы как надо прийти и все за раз купить. Нет? Нет, все равно так не получится. Не обязательно? Мы все равно... Нет, это хорошо. Проходят акции очень часто во всех магазинах. Если это возможно, то старайтесь это использовать. В дальнейшем вам это поможет сохранить время, те же деньги, ну и поднимет настроение. Оксана Владимировна, о чем скажет цвет вот этого платья, которое может выбрать для себя любовь? Ну, если уж говорить о восприятии цвета, о котором мы говорили, для меня это вообще не горчичный, горчично теплее. Это самый актуальный, один из самых актуальных в этом сезоне цвета, цветов, как он называется, золотистый лайм, на вот такой вот вот такой оттенок. Очень яркий, солнечный, говорящий о потребности расслабиться, взбодриться при помощи какой-нибудь вечеринки. Ну, как-то вот так. Я смеюсь предположить. Как вам такие слова, любовь? У нас есть сообщение на Вайбер. Давайте же посмотрим, о чем пишут наши телезрители. Я описываю на бумаге проблему и потом ее сжигаю. Это мой способ прогнать прочь стрессовое состояние. Поверьте, облегчение наступает рано или поздно. Как вам моя техника? Хороша. Особенно, если учесть, что она работает. А работает наверняка. Вот телезрители... Если она работает, то... Понимаете, если техника работает и при этом не вредит никому другому, то она хороша по определению. Вот. Другое дело, что если человек не делает выводы, почему возник такой стресс, как сделать так, чтобы он не повторился, а просто его... делает ему стоп, да, и выбрасывает, то это работает, но не искореняет, то есть это как пырей срезать, да, вот не вытягивает его корни. Хотя он будет работать, безусловно. Отличный ответ. Ваши аплодисменты, уважаемые телезрители. Любовь, кстати, как вы выпускаете пар? Как вы спасаетесь от депрессии, от стресса? В моем случае это действительно любимая музыка. Это занятие... Битхо, Бах или это современное? Это может быть любая музыка, абсолютно любая. Это природа. То есть созерцание. Сто процентов, да, это созерцание. Созерцание. Что еще может быть в вашем случае? Встреча с друзьями. Ребенок. Ребенок, да. Это отличный способ, правда, Оксана Владимировна? Замечательно. Любовь к детям сама по себе и энергетика ребенка, ребенка маленького, маленького ребенка, ребенка побольше, ну вот, наверное, до подросткового возраста, когда они становятся вершистами. Его любовь и энергия, которую он направляет к маме, особенно, и к папе, это невероятный стрессозащитный фактор. Да. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель», и говорим мы сегодня о том, как же победить стресс. Вот еще у нас есть такое интересное сообщение от Антона. «Самый эффективный способ снять стресс и повысить количество гормонов счастья отправиться на пробежку или в ближайший тренажерный зал?» Марина, вы что скажете? Вы любительница ходить в тренажерный зал? Честно. Или у вас другие способы? Нет. Если честно, то нет. Это не ваше. Это не ваше. Да. А какие у вас есть способы снятия стресса? Ой, какие... Вот честно скажу, я люблю... Вот у меня выходные. Я люблю приготовить вкусно, покушать, включить телевизор и полежать в спокойной обстановке дома. Я могу целый день лежать на диване и смотреть телевизор. Я расслабляюсь. Вот это мой способ расслабления. Вы можете целый день ничего не деланием заниматься? Да, ничего. Просто смотреть телевизор. Домашнее животное у вас есть? Да, котик. Котик. Как его зовут? Проша. Кстати, домашнее животное, Оксана Владимировна, насколько это выход из ситуации? Потрясающий способ. Ну, я тоже сторонница кошек, я в этом... Но важно, чтобы была любовь к этому животному. Ну, и чтобы животное... Так не бывает, чтобы оно не любило. Ну, все-таки, да, допустим, да, чтобы это была любовь. Любовь в принципе, да, если уж говорить о гормонах счастья, секс, любовь, да, любовь любая, как в том анекдоте, любовь к родине, да, любовь сама по себе, как ценность, это всегда противострессорный механизм. Животное – это замечательно. Мурлычащая на коленях кошка – это вместо 100 грамм, вместо валерьянки, вместо понижающих давление препаратов, вместо, там, определенного количества часов сна. Никто меня в этом не переубедит, даже те, кто не любит кошек. Уважаемые телезрители, это были советы, рекомендации, вот такие ценные, полезные слова от нашего эксперта Оксаны Владимировны Шиловой. И вот свои советы по поводу одежды, что такое капсульный гардероб, как правильно сочетать все эти вещи. С нами сегодня этой ценной информацией поделились представители сети магазинов коллекционной белорусской одежды для женщин, Девур и Фам, Марина и Любовь. Вот эти аплодисменты вам. Занимайте, пожалуйста, ваши места. Ну, а мы продолжим. Есть, кстати, мнение, что качественная тренировка благотворно влияет на общий настрой человека и помогает бороться со стрессом. При этом не обязательно быть спортсменом высокого класса. Достаточно найти тот вид спорта, который будет отвлекать от повседневной суеты и вдохновлять на личные подвиги. Кстати, если у вас совершенно нету времени на перемещение по городу и занятия вдали от дома, возможно, вам помогут специальные устройства, которые можно использовать, не выходя из дома. Кстати, давайте об этом поговорим и расскажем поскорее об этих устройствах. И я приглашаю в студию представителей сети салонов спортивных тренажеров компании SST BY Глеба Покатило. Глеб, добрый вечер. Добрый вечер, Глеб. Расскажите нам, пожалуйста, как же охотно белорусы либо неохотно сегодня покупают тренажеры? Ну, я могу сказать, во-первых, что все-таки спорт и фитнес это стало не модой, да, это стало нормальной привычкой. Белорусов все становится больше. Людей, которые уделяют внимание именно себе. И если бы мы не работали 15 лет на рынке Беларуси, наверное, это доказывает то, что это действительно популярный тренд. И вот мы пришли в регионы. В этом году мы открылись в Гомеле, в Мандарин Плазе. И уже мы видим первые продажи. Интерес покупателей как к более экономным форматам для своих личных тренировок и рекордов, как и достаточно дорогого оборудования. А, кстати, какие требования сегодня выдвигает покупатель для тренажеров? Ну, первое требование это то, чтобы была хорошая биомеханика, которая повторяет непосредственно твои движения в естественной среде. Второй момент это то, чтобы в тренировке можно было не просто делать одно упражнение, да, то есть сейчас такое модное направление как функциональный тренинг, который задействует непосредственно корпус твоего тела. И ты можешь не только отжиматься или качать бицепс-трицепс, но также развивать свою осанку, работать над мышцами всего тела. Поэтому, опять же, очень важно качество самого оборудования, потому что это все-таки инвестиция в себя, инвестиция в свое здоровье. И человек рассчитывает, что это будет работать не просто пару месяцев, а достаточно долго. Главное, чтобы это не превратилось в вешалку, если мы говорим о корзе тренажерах. Да, да, да. Это правда. Оксана Владимировна, как по-вашему по десятибальной шкале от одного до десяти спорт, занятия в тренажерном зале, насколько эффективный способ снимать стресс? По десятибальной шкале вопрос провокационный. Это однозначно полезно для организма. Это хорошая привычка для того, чтобы отключаться. Но этого для того, чтобы бороться со значимыми психологическими, социальными стрессами, недостаточно. Потому, ну, не буду так вот уж совсем низко оценивать. Это полезно для организма. Это полезно для борьбы со стрессом. Но одного этого недостаточно. Необходимо работать психологически, необходимо работать душевно, я бы сказала. Глеб, какое ваше мнение на сей счет? Я считаю, с одной стороны, Оксана права. Это не столько работа, как бы уйти от проблемы, но спорт в любом случае позволяет себе отключиться, уделить себе полтора часа, чего у нас очень часто не хватает в бешеном темпе, темпоритме нашей жизни. Ну и опять же, вот это выброс эндорфинов, это выброс адреналина, то, что человеку помогает снять какой-то момент у себя, психологически разгрузиться в голове. И самое главное, мы не забываем о том, что люди часто смотрят свои фотографии, которые у тебя были, например, в школьные годы, а потом смотрят на себя в зеркало и понимают, что былой формы не вернуть, и он об этом мечтает, это стресс. Мы вспоминаем, например, о том, что молодая мама, которая только что родила ребенка, и она не может себе позволить пойти в тренажерный зал, потому что она постоянно рядом с ним, и есть бесшумные тренажеры, которые позволяют ей хотя бы вернуться вот в эту форму. Это же тоже своего рода стресс. Есть люди, которые стесняются пойти в тренажерный зал, потому что они представляют себе кучу этих бодибилдеров, фитоняшек с инстаграмами, с телефонами, и они думают, а я сейчас приду такой полноватый, и на меня будут тыкать пальцами. Это тоже своего рода стресс, научиться вот работать именно на себя, а не работать ради кого-то, потому что самое главное уметь уделять себе вот два часа внимания. Занятие на тренажерах, это как раз таки инвестиция в себя любимого. В любом случае, безусловно. Я даже считаю, знаете, иногда сам хочу себе купить какое-то оборудование, хотя я регулярно хожу в тренажерный зал три раза в неделю. Кстати, этот разговор мы продолжим немножко позже, пока уйдем на рекламу, ну и потом эту мысль как раз таки мы продолжим. И покажем. И покажем. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомели». Говорим мы сегодня о том, как же победит стресс. И мы продолжаем разговор с Глебом Покатило. Глеб, скажите, пожалуйста, что же сегодня представлено у нас в студии? Что это за тренажеры? Ну, начнем с самого популярного. Это липсоиды, это формат кардиотренажера для кардиотренировок. Бегать сейчас сегодня видели, какая погода, в снег не особо кому-то будет весело. Поэтому данный тренажер имитирует ходьбу или легкий бег. Самое главное, пожалуйста, уделяйте этой тренировке хотя бы полтора часа в неделю, то есть три раза по 30 минут. Следите за пульсом. Все тренажеры оборудованы датчиками пульса. Он должен быть в пределах 120 на 140 ударов. И потом, где-то через месяц для разнообразия, вы можете делать интервальную тренировку. Она включает в себя, когда вы, например, работаете две минуты в спокойном темпе и одну минуту достаточно в интенсивном. Этот темп можно выстраивать? Да, тут находится несколько вариантов программ. И интервальных тренировок, и силовых, и жиросжигающих. Самое главное, почему я говорю про 30 минут, потому что все процессы, которые направлены непосредственно на коррекцию тела, они запускаются где-то спустя 15-20. Поэтому постарайтесь не просто прогулочным шагом работать, а действительно посвятить себе вот эти 30 минут, как мы говорили. И опять же, не стоит забывать, что для хорошей фигуры одного кардио недостаточно. Должны быть и силовые нагрузки, должны быть растяжки, должен быть стретчинг. Я, например, могу показать, что любой семье вполне достаточно иметь коврик для йоги. Вот он находится. Это карематы, правильно? Да, мат, коврик для йоги. То есть папа ваш может на нем совершенно спокойно делать скручивание, работать над прессом. И есть очень интересный формат. Это эспандеры. Все почему-то считают, что это исключительно для людей пенсионного возраста. Но это не так. Это не так. И как вы видите, то есть сейчас на карабине находятся два эспандера. То есть вы можете фиксировать нагрузку. Может заниматься и ваш ребенок с более мелким весом. Может заниматься папа. Может этим вами зафиксировать. Можете купить сперва один эспандер. После чего начать работать с более большими нагрузками. Да, можем показать, как это работает. То есть если привычно, все считают, что это исключительно для того, чтобы мы работали над мышцами бицепса-трицепса. То есть... Ваши аплодисменты. Вы посмотрите, какие сильные руки. На самом деле, мужчины, многие забывают, что можно работать над мышцами плечевого пояса. Сколько раз вот так вот надо пустить, поднять руки? Вообще силовая тренировка рассчитывает в среднем... Это три подхода по 8-12 повторений. Самое главное, это правильная техника. И второе, никогда не превышайте вес. Лучше вы сделаете 8 повторений идеальных, чем будете рвать себе мышцы. Потому что это, естественно, дополнительная нагрузка на организм. И не забывайте, опять же, отдыхать после тренировки. Потому что, когда у нас многие начинают ходить каждый день в тренажерный зал, они не видят этого результата. Это еще один формат стресса. Они просто не дают мышцам расслабиться, прийти в тонус для того, чтобы прогрессировать дальше над собой. Хорошо, идем дальше. Что же еще у нас за такие волшебные здесь устройства и тренажеры? Ну, самый такой мини-формат кардио. И сейчас ему дядя в Витебске, который проживает, у него диагноз болезнь Паркинсона. И он очень стесняется ходить на улицу. Потому что он раньше занимался строительством. Он был высокий статный мужчина, сильный. А теперь он с трудом передвигается. И данный аппарат помогает человеку, то есть сидя... Я так покажу. Сюда руки? Руки? Это мы ставим ноги. Но, опять же, если мы поставим это перед собой на столе, то мы можем разрабатывать это руками. И здесь колесо, которое фиксирует нагрузку. Сколько минут? Мы должны заниматься и каждый ли день? Ну, я предполагаю, что в данном случае, опять же, я не доктор, я не медик. И вам желательно все-таки предварительно проконсультироваться с доктором. Какую нагрузку в зависимости от анализов, сердца и всего остального позволительно занимать, ну, как бы, человеку для занятий. Кстати, давайте спросим у нашего эксперта Оксаны Владимировны. Ей какой прибор приглянулся? Что бы вы для себя выбрали? Оксана Владимировна психиатр. Оксана Владимировна в этом отношении не в плане нагрузок не может проконсультировать. Могу только сказать, что знаю к кому. Из того, что мне очень понравилось, конечно, это вот большой, красивый, имитирующий ходьбу, потому что погода портится. Другое дело, что вот в наших малогабаритных квартирах это... Надо найти еще место для того, чтобы установить. Да, да. Ну, кстати, он не самый габаритный, да? Это не самый большой, но есть и более мелкие форматы. Потому что, опять же, почему я говорю, приходить в салон, чем покупать, например, в каких-то там интернет-магазинах, потому что любой тренажер подбирается непосредственно индивидуально под человека. Он совершенно замечательный. Я просто к тому, что мне очень понравился коврик. По цвету, да? Нет, он мне понравился, потому что на нем можно делать такие более статичные упражнения. Растяжки, скрутки, йога, мне все-таки вот как-то... Мне самой просто это ближе. А также его можно взять на дачу, на пикник и использовать потом летом, как приятная такая сидушка, чем сидеть просто на газоне или на траве. Очень классная идея, по-моему. Понимаете, какая инвестиция? И в здоровье, и в свой отдых. Да, это точно. Кстати, а вот этот тренажер, о котором мы сказали, он для подростка подойдет? Я еще раз повторюсь. Он подойдет для подростка, но человеку должно быть где-то в районе 14 лет, потому что все-таки... И старше. И постарше. Я все-таки за то, чтобы такими вещами дети до 10 лет не пользовались, не потому что они не могут там что-нибудь навредить или поломать, потому что все-таки есть момент травмоопасности, и не всегда родители могут находиться рядом. Поэтому я бы все-таки рекомендовал смотреть какие-то более простые варианты для физической активности подрастающих. Хорошо, идем дальше. Что еще мы можем сегодня продемонстрировать? Самый, наверное, интересный момент, тренд, это техника самомассажа. Потому что у нас очень многие люди устают, и когда-то надо восстановиться, расслабиться, включить музыку. А мы сможем, если вот сидя на диване... Вообще эта техника делается стоя и подводится. А, стоя, хорошо. И работает она над всеми группами мышц. Простите, что я сниму кед. Да, пожалуйста. Значит, есть массажный ролик, вспененный, но я взял вот просто два шарика. Техника очень простая. Начинаем мы всегда со стопы. Мы просто очень аккуратно начинаем давить сперва вниз прямой ногой. После чего мы аккуратно, не торопясь... Перекатываем, да? Перекатываем. Потом мы начинаем работать боковинами. Как нам выбрать силу, с которой мы будем нажимать? Вы должны не просто перекатывать, вы должны с небольшим давлением, но не вдавливать окончательно в пол. В пол, да. После чего мы работаем, соответственно, со второй ногой. Потом мы аккуратно опускаемся на пол и начинаем работать точно таким же принципом над частью от пятки до икры. Потом идем выше-выше. Я очень прошу всех, кто будет заниматься этой техникой, аккуратно работать с зоной талии, потому что там находятся почки. И излишнее давление может повредить. Но, в принципе, мы сперва прорабатываем все доверху до спины, даже шейный отдел. Если вам тяжело давить, вы можете просто-напросто положить спиненный ролик, аккуратно лечь и просто так 10 минут подребать. Но правильное положение тела очень важно занять. Как его выбрать? Самое главное, чтобы ваше тело находилось вот в такой прямой линии. Помощник нужен для того, чтобы вот как-то контролировать, подсказывать, спиночку поправлять? Я думаю, что просто надо человеку изначально самому настроить себя и правильно выполнять вот эту технику. Потом, естественно, после того, как вы отработали спину, мы отработали боковые части туловища, и потом работаем на передней части. Сколько времени пойдет для того, чтобы отмассажировать полностью свое тело вот с помощью вот этого волшебного устройства? 45 минут. Достаточно? Да. И, кстати, даже многие пенсионеры у нас покупают сейчас именно вот эти товары, аксессуары для самомассажа, потому что прополов грядку на даче или там, находясь в теплице, у них болит поясница, и они просто даже, например, садятся, уже используется определенное давление, тело у тебя начинает поступать по-другому кровоток, у тебя, соответственно, совершенно по-другому идет кислород в организм, ты спокойно начинаешь дышать, чувствуешь природу, солнце, кайфуешь. Ваши аплодисменты, друзья. Спасибо. Глеб, занимайте, пожалуйста, ваше место. Мне подсказывают, что у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Я заинтересовался этим прибором, и я нахожу его необычным. Последний прибор вам понравился? Самый последний или вот этот высокий большой тренажер? Какой вы хотите для себя? Я хочу оба. Оба, отлично. Ну, кстати, на самом деле, действительно, многие начинают вот с этих шариковых массажеров, причем вы видите, там находятся тросы специальные, и вы можете работать, например, стоя, массировать спину. Давайте выслушаем вопрос нашего телезрителя. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Ну, в связи с тем, что я нахожу его очень необычным, я задумался о том, чтобы его купить. Но не так, чтобы посмотреть в магазине, в интернет-магазине, а чтобы прийти в магазин и опробовать чего. А в связи с этим у меня возникает вопрос. А где вообще можно найти Гомеле? Да, вопрос понятен. Наш телезритель интересуется вот этим желтеньким самомассажером, да, который вы последний, предпоследний о нем рассказывали. Благодарим вас за вопрос. Где же в Гомеле можно прийти, опробовать и выбрать для себя? Вдруг не подойдет? Вот это только малая часть того, что представлено в Мандарин Плаза на втором этаже. Приходите, мы там работаем с 10 до 20.00. И всегда вам будут рады наши консультанты, которые все покажут и даже сориентироват, и выберут более идеальный для вас какой-то вариант, чем тот, который вы себе наметили заранее. В интернет-просторах вы представлены. Как вас можно найти, как в поисковике задать и выйти на ваш сайт? Сайт очень простой. sst.by. Ассортимент достаточно широкий, и мы уже сейчас выстраиваем схему, что если что-то вам приглянулось, а этого на данный момент гомельчанин не может найти в нашем магазине, просто наши сотрудники заказывают это в Минске, и это через совсем несколько дней появляется у вас здесь. Это очень просто. Да. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Гомель, говорим мы сегодня, как же бороться со стрессом. Добрый вечер, Гомель. Говорим мы сегодня о том, как же бороться со стрессом. И если вы, уважаемые телезрители, не поддерживаете идею снятия стресса в одиночестве и хотите приводить в норму душевное состояние под контролем врачей, рекомендуем вам обратить внимание на предложение санатория Гомельского отделения Белорусской железной дороги. И мы пригласили сегодня к нам в студию представителя здравницы. Алексей Владимирович Чистов готов сегодня ответить на все ваши вопросы. Алексей Владимирович, врач-психотерапевт, заместитель начальника санатория Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Добрый вечер, Алексей Владимирович. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы, как врач-психотерапевт, какой можете посоветовать самый простой, но самый эффективный способ снятия стресса? Ну, вы знаете, есть такой анекдот о том, что приходит как-то пациент к психотерапевту, и психотерапевт у него спрашивает, скажите, вы пьете? Пациент говорит, нет, не пью. Может быть, курите? Нет, не курю, никогда не пробовал. Может, еще какие-то излишества? Да нет, доктор, что вы? А как же вы тогда, собственно, расслабляетесь? Да вы знаете, доктор, я не напрягаюсь. Вот мне кажется... Отличная идея, просто не напрягаться. Понятно, что она не очень осуществима, но некоторым это действительно удается. Скажите, Алексей Владимирович, юмор хороший ли доктор? Вы знаете, юмор вообще в принципе очень хорошая вещь и для жизни, и для здоровья. Есть такое направление даже в психотерапии, смехотерапия, которая как-то позволяет отреагировать свои эмоции. Но, с другой стороны, когда вы встречаетесь с каким-то страшным стрессом, который вас пугает, и сердце у вас стучит, а если его представить в каком-то смешном образе, то, собственно, весь страх из этого стресса уходит. Меняется ваше отношение, меняются ваши собственные адаптационные возможности для преодоления стресса. Кстати, как часто к вам обращаются пациенты с просьбой помочь восстановить психоэмоциональное равновесие? Ну, вы знаете, если говорить о статистике, то где-то примерно 40% пациентов, обращающихся в первичное медицинское звено, страдают теми или иными психоэмоциональными нарушениями, в том числе и связанными со стрессом. Поэтому важно в этом смысле осознать свою проблему, обратиться к специалисту, а специалист уже может посоветовать что-то, подобрать лечение или какие-то немедикаментозные методы терапии. Кстати, а что сегодня для лечения расстройств, связанных со стрессом, может предложить санаторий Гомельского отделения Белорусской железной дороги? Я знаю, что в здравнице широко представлен весь вот этот спектр очень полезных процедур. Ну, надо сказать, что в принципе санаторий это та организация, которая позволяет усилить собственные ресурсы, направленные на преодоление стресса. Ну, в первую очередь, да, вот прекрасно, ванны вы можете увидеть, только что видели бассейн, то есть в первую очередь все водные процедуры повышают собственные защитные силы, повышают собственный резерв преодоления стресса и позволяют легко справиться со стрессом. И это, в принципе, мы достаточно хорошо знаем в практической жизни. Знаете, после тяжелого дня искупаться в реке... Это замечательно просто. Это замечательно, но в силу... Работает. Конечно, работает. Очень многие отмечают на себе. Ну, а с другой стороны, когда возникает ситуация, когда зима, холодно, вот как сегодня... Моржевание, пожалуйста. Ну, моржевание это на самом деле... Или сразу санаторий к вам, потому что это лучший вариант. Моржевание, надо сказать, это достаточно серьезный температурный стресс для организма. Ну, а санаторий, собственно, предложат вам и бассейн с минеральной водой, и ванны разнообразные. Очень хорошо в качестве стресса. И опять же, мы это прекрасно знаем по жизни. Сауна, баня, инфракрасная сауна. Способ преодоления стресса. Это действительно тоже хороший способ. Можно сказать так, что определенный температурный стресс, а все-таки сауна это в определенной мере температурный стресс, позволяет справиться с психоэмоциональным стрессом. И давайте же подойдем к приборам. Здесь они у нас представлены, пожалуйста, два прибора. Давайте расскажем о них отдельно. Ну, вот этот прибор я хочу показать. Это прибор мезодиэнцефальной стимуляции. Это как? Это очень много непонятных для нас слов. Объясните простым языком, как он работает, для чего, кому показывать. Наука считает, что одним из механизмов формирования стресса является нарушение процесса возбуждения и торможения в структурах головного мозга. И вот с помощью этого прибора, с помощью определенных токов, определенной частоты, амплитуды, можно восстановить нормальное соотношение между возбуждением и торможением в структурах головного мозга. Прекрасный прибор и пациентам, которые страдают проблемами, связанными с хроническим стрессом, рекомендуется. И пациенты дают очень хорошую обратную связь, что это действительно уникальная вещь, которая позволяет им справиться с своими проблемами. А, кстати, вот этот прибор, он поможет при лечении бессонниц? Он может использоваться в индивидуальном порядке у пациентов, страдающими нарушениями сна. Но, опять же, надо четко отметить, что эту процедуру должен назначить специалист, имеющий определенную подготовку. Ну и мы в данном случае порекомендуем обратиться к нам в санаторий, мы уже подберем вам, потому что подбор параметров на этой процедуре вещь сугубо индивидуальная. Конечно, это не просто так. Нужен подход специалистов, которые подкованы. Да, дома таким прибором лучше, конечно, не пользоваться, все-таки лучше пользоваться именно в условиях санатория. И вот еще один вот такой миниатюрный прибор, эффективный, да? Вы можете назвать его таковым? Да, на самом деле это очень простая вещь. Многие знают, что есть такая вещь, которая называется аромалампа. Да, знаем, слышали. Она маленькая, она предназначена для одного человека, ну а вот это вот, это такая, скажем, промышленная аромалампа, прибор, предназначенный для проведения групповой фитоаромотерапии. Ну, мы знаем, что определенное эфирное масло, например, кому-то нравится лаванда, кому-то пачули, да, вот здесь мы какой-то... Эвкалипт здесь у нас. Да, эвкалипт мы представили. Вот, есть пихта, есть кедр, вот, есть пачули и есть лаванда. Это, собственно, опять же, очень индивидуально, каждый подбирает для себя оптимальные запахи и, собственно говоря, с помощью этого прибора можно создать концентрацию эфирных масел в воздухе и провести такую фитоаромоингаляцию. Куда мы капнуть должны? А это делается очень просто. Единственное, что при подготовке к эфиру выяснилось, что некоторые из наших присутствующих гостей плохо переносят острые запахи, поэтому, я думаю, мы его включать просто не будем. Ну, это достаточно просто, мы вот берем масло, капаем вот сюда, вот. Сколько капелек? Одну каплю достаточно. Водой разводить не нужно? Не нужно, не нужно. Включаем этот прибор. Я уже слышу, я уже чувствую, да, как запах. Я думаю, что сегодня у нас будет крепкий сон, потому что мы, вот, лаванду, она способствует повышению глубины сна, снятию мышечного напряжения, эмоционального напряжения. Ну, собственно говоря, включаем прибор, и он распыляет достаточно быстро, очень легко, наполняет помещение фитоаромомаслами. Сколько минут можно, вот, вдыхать пары аромомасла? Ну, опять же, если человек имеет какие-то повышенную чувствительность, то, в общем, конечно, в данном случае мало времени, да. Ну, а в среднем сеанс длится от 15 до 20 минут, то есть человек находится, собственно говоря, в этом помещении и наслаждается фитоаромотерапией. Такая приятная процедура. Многие из нас, женщин, уже оценили, вот, пользу. Ну, вообще... Лаванда на ночь – это просто невообразимое что-то. Ну, безусловно. Но, опять же, вам нравится лаванда, кому-то нравится пашель. А у кого-то повышенная чувствительность к запахам, и для него это, в общем, достаточно сложно переносимое переживание. Вообще, стоит сказать, что для жителей нашего города санаторий является уникальным, можно сказать, городским спа-комплексом. Потому что нам удается сочетать в своей структуре и элементы спа. Вот вы видели и бассейн, и ванны, и сауны, и вместе с тем именно оздоровительную часть, физиотерапия, массаж. То есть целый комплекс медицинских услуг, которые повышают нашу устойчивость к стрессу, позволяют открыть себе новые адаптационные возможности, ну, и что-то новое для себя вот почувствовать, испытать какие-то переживания. Кстати, мне режиссер подсказывает то, что у нас на линии телефонный звонок. Давайте мы его выслушаем. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня пригласили Алексея Чистова к вам в студию. Жалко только, что весь коллектив у вас сегодня у вас в студии, потому что всех хотелось бы очень поблагодарить за их труд, за их радость после их процедур, после их санатория. Хочется жить. Спасибо большое и здоровья всему коллективу. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо вам за такие теплые, добрые слова. Алексей Владимирович, а как вы считаете, снизить уровень стресса помогают добрые дела? Да, безусловно. Как говорила Оксана Владимировна, добрые дела – это наша определенная цель. Это наполняет нашу жизнь смыслом, делает нас лучше. И мы понимаем, что сделав доброе дело, я что-то вот смысловое сделал. И, конечно, это является определенным источником и ресурсом для человека. Кстати, в подтверждение ваших слов, у нас есть такая информация о том, что в результате любопытного эксперимента, который проводился на протяжении 30 лет, ученые выяснили, что женщины, которые помогали другим людям, болели вдвое реже и испытывали большую удовлетворенность от жизни, чем те, которые занимались делами только собственной семьи. Так что призываем вас, уважаемые телезрители, не скупиться на помощь незнакомым людям. Ну, вообще, да, в этом смысле все равно я скажу о том, что важна мера. Помощь другим людям – это очень хорошо, но важно, чтобы это не превращалось в определенный психологический феномен, который называется созависимость. Это тема нашего следующего доброго вечера. А пока наша программа близится к завершению, уважаемые телезрители, я попрошу всех наших гостей по несколько слов напоследок для наших уважаемых друзей, которые по ту сторону экрана. Клеб, начнем с вас. Здравствуйте еще раз, дорогие телезрители. Я очень благодарен, что нас сегодня пригласили в студию. И я просто считаю, что в нашей жизни так мало счастливых моментов, и только от нас внутри зависит, как мы эти моменты будем инициировать. И я считаю, что спорт и фитнес – это одна из тех маленьких составных частиц нашего психологического комфорта, который нам поможет преодолеть массу стресса, какой бы он ни был. И психологический, и социальный, и другой. Это был представитель сети салонов, спортивных тренажеров, сети Бивай Глеб Покатило. Оксана Владимировна, несколько слов от вас. Я хотела бы сказать нашим гомельчанам, что жизнь наша прекрасна, несмотря на то, что сложна и полна стрессов. И мне хочется пожелать им, чтобы у них всегда хватало внутренних сил, близких для поддержки, чтобы радоваться этой жизни иногда вопреки, иногда благодаря. Сохранять в своей жизни цели, творить добро, баловать себя и оставаться счастливыми долго-долго. Это была Оксана Владимировна Шилова, кандидат медицинских наук, доцент. И, Алексей Владимирович, слово вам. Ну, я желаю вам, уважаемые зрители, хорошего настроения, душевных сил, позитивных эмоций, прекрасных впечатлений от жизни, радоваться любой погоде, не только солнечной, но и той, которая нас встречает за окном. Ну, а для того, чтобы чувствовать себя хорошо, приходите к нам в санаторий, мы будем очень рады вас видеть, мы постараемся сделать вашу жизнь лучше. Берегите себя и получайте удовольствие от жизни. Благодарю за такие добрые душевные слова. Но мне остается добавить, что вы смотрели программу «Добрый вечер, Гомель», говорили мы сегодня о том, как же противостоять стрессу. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»